Аллилуйя! Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать такую одну истину. Жизнь очень тяжелая, очень тяжелая, если к ней не использовать инструкцию. Вот мы покупаем, например, машину, мы же не умеем ездить, если, то она не принесет нам никакого пользы, никакого блага. Поэтому мы ходим несколько месяцев, изучаем правила дворожного движения, как двигается машина, понимаете, мы пробуем. И нам тогда это приносит удовлетворение, радость и благосовение, помощь. Но когда первый раз мы сели, понимаете, за машину, нам казалось, что это невозможно научиться на ней. Но сегодня мы свободно ездим. Вот жизнь, да, если не использовать, не научиться, не использовать к ней инструкцию, она будет очень сложна. Всегда будут вопросы. И больше будет вопросов, чем ответов. Но если использовать инструкцию, то есть Библию, Слово Божье, тогда жизнь, она будет благословенная. Потому что Господь говорит, изберись жизнь. Изберись жизнь. Пусть живешь ты, твои дети и твои внуки и твои поколения. Он хочет благословения, поэтому он высвобождает свое слово. Все на земле появилось благодаря Слову Бога. Вы думаете, как эта земля появилась? Написано, Бог создал ее, она была безвидна и пуста. И Бог продолжал творить. И Он говорил, да будет свет, появился свет. Да будет зелень, появилась зелень. Бог не выпиливал траву, не горы. Он говорил Слово Божье. Благодаря Слову Божьему появилось все на этой земле. Флора, фауна, люди и так далее. Все полезные ископаемые. Все это благодаря Слову. Когда мы сталкиваемся со Словом Божьим, оно нас обогащает. Оно благословляет нас. Тяжело жить, когда ты не знаешь, как тебе поступать. Но Слово Божье знает, как поступать. Оно было прежде твоего рождения. Прежде твоего рождения. Здесь уже все знали, все жило, все двигалось. Ты рождаешься, и ты ничего не знаешь. И тебе нужна инструкция. Тебе нужно Слово Божье. Поэтому обращайся к Слову Божьему. Это авторитет. Это основание нашей жизни. Аминь. Тема проповеди будет называться «Выходите навстречу Ему». Это то, что брат Анатолий говорил. Я снова поднимаю, потому что эта тема, я вижу, насколько она важна. Вы знаете, небеса, они настолько прекрасны. Они настолько... Но если бы мы на секунду попали бы туда на экскурсию, на пять секунд, мы бы сказали, а можно еще продлить пять, хотя бы пять секунд, хотя бы пять минут. А можно я здесь останусь вообще? Понимаете, небеса – это то, чего мы просто не можем представить, но это самое лучшее, что Бог имеет для нас. Это небеса. Это Он Сам. И Он туда хочет и приглашает каждого человека. Но невозможно попасть туда просто так. Невозможно. У тебя должно быть приглашение. Ты не можешь попасть, например, в президентский дворец просто так, если ты не будешь позван. Ты не можешь туда попасть. Так же на небеса. Тебе нужно знать, тебе нужно избрать Христа. Христос, Иисус Христос, который войдет в твое сердце, Он будет твоим пропуском на небесах. Все ангелы, которые охраняют небеса, они тебе отдадут честь, потому что в тебе Сын Божий. И ты проходишь туда свободно. И знаете, давайте откроем Матфея 25 главу. Будем читать с первого стиха. Здесь Иисус говорит, и Он говорит к нам, и Он говорит заранее, потому что Он хочет, чтобы мы были благословлены. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених задремал, замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Как можно бодрствовать? Это можно делать только вместе со Святым Духом. Только со Святым Духом. Помните эти же слова Иисус говорил ученикам? Когда он был на горе, и когда он очень сильно тосковал, он готовился к распятию. Он понимал, что его ждет. И он, знаете, в преддверии, вот когда ты в преддверии смертной казни, как ты будешь себя ощущать? Вот у тебя сейчас будет казнь, смертная казнь. И знаете, он сильно переживал, он волновался, у него были, понимаете, он был человеком воплоти. Он божество свое отложил на время земной жизни. И он попросил своих учеников, бодрствуйте. Что делали ученики? Они спали. Он приходит и говорит, почему вы спите? Я же попросил вас, бодрствуйте, молитесь со мною. Они говорят, ничего не можем сделать. Глаза просто сами закрываются. Вообще просто так устали, вообще находились целый день. Он говорит, ну это же важно. Бодрствуйте. Сейчас надо молиться, сейчас не время спать. Пожертвуйте этим временем. Вам нужно молиться. Он уходит второй раз. Возвращается. Они опять спят. И так три раза. До тех пор, пока не пришел отряд римских воинов. Не арестовали Иисуса и не увели. Понимаете? Они были все растеряны. Они были все в шоке. Знаете, бодрствовать без Святого Духа невозможно. Поэтому Иисус говорит, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий. Вы не знаете. Он знает. Если вы с Ним, Он вас подготовит. Он вас сообщит. Он вам сообщит. Мы не можем сами приготовиться к встрече с Иисусом. Мы не можем. Нас должен готовить Святой Дух. Нас должен готовить Святой Дух. Помните, как Есфирь? Она целый год готовилась. У царя была проблема с женой. Жена была сама себе на уме. Она не понимала, что она жена. Она думала, что она муж. И когда царь хотел похвалиться своей женой, красавицей. Знаете, друзьям всегда хочется красивой женой похвалиться. Вдруг он говорит слугам своим, позовите мою красавицу. И слуги побежали и сказали, слушай, приди, тебя зовет твой муж, царь. Он зовет тебя. Он хочет тобой похвалиться. Ты же такая красивая. Такая вообще прям хорошая. А она такая, слушай, у меня сейчас нет времени. У меня свой девичник. Я как бы сейчас на своей волне. Я не могу поддержать волну. Это его проблемы, что он своими друзьям хочет похвастаться. И у нее появились проблемы. Ее выгнали за это. Ее уволили вообще полностью. Чуть не убили там. Ее лишили царского всего. Понимаете? И на это место искали новую царицу. И был очень большой конкурс. И выпала, знаете, честь участвовать в этом конкурсе. Кто будет следующей царицей? Царя. Царя выпала из Фирь. А она вообще была сирота. С дядей росла. Она была сирота, да еще и из иудеев. Из израильского народа. Которые были, считай, рабами. Об этом никто не знал. Она была красивая. И даже вот когда она ее привел, дядя, во дворец. Знаешь, вот, чтобы она тоже была в конкурсе участвовала. То там был евнух царский, который готовил невесту царю. Она не могла прийти с поля. Понимаете? Вот какая я есть. Вот на, люби меня. Я вот такая естественная. Нет. Послушайте, это не катит. Ты должна приготовиться. И ты, верующий, сегодня должен приготовиться к встрече с Иисусом. Ты не думаешь, что Иисус, знаешь, ему все покатит. Ему не покатит очень многое. И мы прочитали сейчас, что часть невесты останется за дверями. И они названы глупые. Братья и сестры, я вот вдохновляю каждого из вас. Я вас не, как бы, не обижаю, не оскорбляю. Но если вы вдруг чувствуете, что вы не в рядах мудрых, вот вы понимаете каким-то вот нутром внутренним, чутьем понимаете, что вы не являетесь той мудрой девой, то сегодня и с этого момента у нас есть просто привилегия и возможность просто перейти. Перейти из категории глупых девушек, глупых христиан в категорию мудрых христиан. Что значит быть в категории мудрых христиан? Это готовиться. Это знать что угодно царю. Откуда эта девушка колхозная знала, что нравится царю? Представьте, запросы царя, у которого вся власть, все богатство. И вот она тут появилась, девушка. Это еще недостаточно то, что ты симпатично глазками хлопаешь. Этого недостаточно. И гигай, евнух царя, он знал, как ее подготовить. И он готовил ее целый год, прежде чем она покажется перед царем. И знаете, гигай символизирует святого духа, который готовит христиан. О чем ты будешь разговаривать с Богом, когда ты встретишься с Ним, если ты сегодня не можешь поддержать разговор, если твои молитвы и твое общение с Ним заключается только дай. Дай мне здоровье, дай мне денег, благослови моих детей. Это что, отношения? Это любовные отношения, это встреча с возлюбленным? Представьте, если бы Исфирь вошла бы, вот знаете, он на троне. Вот сейчас твой выход. Давай Исфирь, вот под занавес, вот уже прожекторы до тебя светят, выходи. И она бы такая вышла, ха-ха, привет, царь, слушай, у меня детей надо устроить, у меня вот здоровье надо подлечить, у меня там что-то вообще болит. Представляете, если бы она жаловаться начала бы перед царем? То есть она не о нем думает, она о себе думает, с помощью его устроить свою жизнь, жизнь там, знаете, потомца. Это все нормально, но это не на первом месте. Сейчас ты готовишься, ты готовишься стать женой Бога. О чем здесь речь Иисус говорил? То, что церковь – это невеста Иисуса Христа. Это не слуги Иисуса Христа, это невеста, это, понимаете, жена будущая, с которой он должен общаться, и она должна поддерживать весь его разговор. И поэтому Гигай, Гигай, он ее наставлял. Знаете, она не могла прийти туда потной, знаете, чтобы от нее, естественно, пахло. И ей втирали масло, сначала одно масло, полгода втирали в ее кожу, ей дезодорантом не надо было пользоваться. А в следующие полгода втирали другое масло в ее тело, чтобы от нее исходил аромат. Сколько с нами Дух Святой работает? Насколько мы Ему позволяем приготовить нас к встрече с Иисусом? Вы что думаете? Вы пришли, встали на коленки, помолились и поплакали перед Ним. И это подготовка к вечности, к встрече. Вы никогда не радуетесь перед Ним. Вы не танцуете перед Ним. Вы просто плачете и рассказываете Ему свои проблемы. Не, я понимаю, мы все так приходим. У нас куча проблем, мы вываливаем просто. И Господь, понимая, что никто к Нему не может прийти готовым, чистым, убранным, ухоженным, Он все нас принимает как блудного сына, но тут же переодевает. Запомните, давайте вспомним. Блудного сына тут же, тут же отец обнял и сказал, переоденьте его, пожалуйста. От него воняет. Помойте его. Мы не приходим к Богу, какие мы есть. Да, мы приходим, но мы не остаемся такие, какие мы есть. Мы меняемся. И если мы сегодня вдруг понимаем, я не нахожусь среди мудрых. Что значит мудрые и глупые верующие, неразумные? Неразумие верующих, да, вот этих вот невесты, которая тоже хотела быть невестой, тоже хотела быть на пире. Ее неразумие заключалось в том, что она всегда искала у людей помощи. Смотрите, у мудрых было масло. У них были светильники, и у них было масло. И когда вдруг, в самый неподходящий момент, в 12 часов ночи, обычно люди спят, вдруг крик такой, знаете, просто срывающий там все голосовые связки. Жених идет! Надо кричать так, чтобы вся деревня слышала. И вот человек кричит, жених идет! И все, понимаете, проснулись. Эти сразу же поправили крутилочки в свой раз, и огонь восплывал. Огонь Святого Духа. А глупые, они говорят, у нас масло заканчивается, у нас газ, ну дайте нам. Смотрите, к кому они обратились. Кому глупые обратились? К людям! Не к Богу, к людям! Поэтому, если ты лично никогда не общаешься с Богом, ты только от людей ищешь. Послушайте, мы все вначале искали у людей помощи. И это нормально. Это нормально на самом начальном этапе. Мы ничего не знаем, мы ничего не умеем. Нам люди, мы в рот смотрим, мы все слушаем, что они говорят. Но потом у нас есть общение с Богом личное. Послушайте, масло мне ни один человек не даст. И они сказали, что мы не можем дать вам масло. Мы не можем. И не задерживайте нас, мы уже должны сейчас быть на пире. Масло никто тебе из людей не даст. Никто никогда тебе не даст. Масло тебе дает только сам Господь. Дух Святой дает тебе масло. Почему же они не пошли без масла на пир? Почему? Потому что без масла, без общения со Святым Духом, ты даже не увидишь Господа. Ты его не увидишь, ты его не узнаешь. И Иисус желает нас предупредить заранее и подготовить к своему приходу, чтобы никто из нас не оказался в рядах глупых дев. Почему сегодня эта проповедь? Это проповедь, чтобы нас сохранить. Те, кто еще не ищут Бога. Те, кто не ищут с Ним общения. Те, кто пренебрегают этим, чтобы сегодня, с этого момента, мы могли измениться и пойти навстречу Богу. Послушай, будь честным с Богом. Скажи ему так. Господь, я тебя не знаю. Я только слышу от людей. Но я лично тебя не знаю. Откройся мне. Коснись меня. Зажги мое сердце. Войди в мою жизнь. Дух Святой, открой мне Бога. Если мы будем честными. Если мы будем вопиять к Нему, то Он нас услышит. Он придет. Он встретится. Знаете, самое большое горе, это не то, что сатана на земле делает какие-то ужасные вещи. Это горе. Это ужасно. Это ужасно, что он находит людей, через которых он приносит смерть, ад на землю. Самое ужасное, послушайте, это 12 стих. «Истинно говорю, не знаю вас». Вот это самое ужасное. Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». И не так страшен дьявол. Не так страшен, знаете, что-то другое. Важно. Страшно то, что сам Бог тебя не признает. Почему? Ну, ты не знакомился с Ним. Ты не проводил с Ним время. Ты не общался с Ним. Может быть, ты какие-то чудеса видел и ответы в своей жизни. И Он тебя давал, потому что Он всех любит, и грешных, и злых, и добрых. На всех солнце посылает, на всех дождь посылает. Он любит всех людей. Но Он честно скажет. Понимаете? Прежде чем Он что-то скажет, Он скажет слова, «Истинно, истинно». «Я истинно говорю, не знаю вас». И это печально. Это ужасно. Ты рассчитываешь, что ты пойдешь на небеса. Но Он скажет, «Я не знаю тебя». Почему? Потому что ты пришел стучать. А почему ты не зашел со всеми вместе? Почему ты опоздал? Почему ты вообще без масла? Почему ты без Духа Святого? Ведь столько раз тебе говорили на земле. Столько раз тебя увещевали. Столько раз тебя звали и манили. Ну, у тебя не было времени. У тебя не было времени. У тебя было на все время. Но на поиск Святого Духа не было времени. На то, чтобы иметь общение со Святым Духом не было времени. Я вам говорю, что Гигай Евнух царский, он подготовил Исфирь, чтобы она была женой царя. И она прошла этот конкурс. Он знал, что нравится царю. Он все знал. И поэтому он качественно ее подготовил. И она стала царицей. Она стала царицей. Впоследствии Бог специально это все обратил во славу, чтобы спасти израильский народ. Она пришла к царю и сказала, что народ мой хотят убить. И тогда было спасение народа через эту девушку. Десять дев олицетворяют собой христиан, которые делятся на две группы. Неразумные и мудрые. Мудрые, как я уже сказал, это те, которые идут прямо к Господу. 2 Коринфянам 13, 3 говорится. Здесь Павел в конце говорит, в своем послании. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Он говорит, пусть будет с вами благодать Иисуса, любовь Отца и общение Святого Духа. Почему именно общение? Потому что Дух Святой знает все. И Он научит вас всему. Вы не подготовитесь. Я не смогу сам подготовиться к встрече. Мы все уснем. Мы все уснем. Но если я заранее общался со Святым Духом, Он меня знает. Иисус меня знает. Каждый день прихожу к Нему. И Он скажет, вообще не проблема, Он тебе просто скажет, там, Витя, иди сюда. Раступятся миллиарды ангелов, чтобы Витя прошел к Иисусу. Почему? Он меня позвал. Лично знает. О, наконец-то! Понимаете? Или там, Анатолий! Анатолий где-то там вообще в конце, там где-то в конце вселенной. Он скажет, Анатолий, что прячешься? Иди сюда. И все раступятся. И Анатолий придет, Иисус обнимет, скажет, садись рядом. Так произойдет с каждым. Он скажет, наконец-то! Я тебя знаю! Да, я тебя знаю! Представь! А придешь ты, и Он тебе скажет, я не знаю тебя! Я не знаю тебя! Почему? Потому что я не познакомился с тобой. Вот мы живем с моей женой уже много лет. Ну, не так уж много лет, но все-таки несколько лет живем. Она жила раньше своей жизнью, я жил своей жизнью. Знали мы друг друга? Нет. Когда мы узнали друг друга? Когда я предложил ей пройтись, прогуляться и пообщаться. Вот когда началось узнавание, я вдруг узнал, что она из другой страны. Потому что я-то думал, что она из Москвы, просто из другой церкви. А оказывается, она вообще из другой страны. И я стал узнавать. Я не знал ее, я ее увидел, но не знал. И то знание, которое было тогда, около 20 лет назад, и сегодняшние знания, это разные знания. Почему? Потому что каждый день мы общаемся. Я больше ее знаю. Вот так же и со Святым Духом. Если вы с Ним не познакомились, то вам это надо сделать. Просто надо сделать. Просто надо. Вот как вы, например, вы, послушайте, вы страну поменяли, место жительства поменяли. Так и поменяйте место вашего нахождения, место локации. Из глупых перейдите в мудрых. Перестаньте все просить у людей. Начинайте просить у Господа. В нем ответы. В нем вся мудрость. Просто мы, люди, мы очень хитрые. Мы идем путем наименьшего сопротивления. Легче спросить у человека, который выглядит очень умно и знает всю Библию вдоль и поперек. И когда я у него спрошу, он мне даст мудрый ответ. Но послушайте, а с чего вы взяли, что Бог не может дать вам ответ? Почему вдруг вы занесли Бога в какую-то категорию, знаете, невозможно от Него ничего услышать и узнать? Так же возможно все услышать и узнать. И вот это есть искусство общения со Святым Духом. Именно Дух Святой формирует нас и готовит нас к восхищению Церкви. Это самое потрясающее событие. Если вы думаете, что самые великие чудеса были в Царом Завете, когда море раздвигалось, когда, знаете, ман насыпалось, когда там Бог воевал и камни бросал с неба, там врагов убивал, там и так далее, или там в Новом Завете Иисус творил. Послушайте, самые мощные чудеса, и они еще впереди, но они будут происходить только там, где движется Дух. Там, где движется Дух. Почему вот мы говорим, Илья, такой мощный пророк, такой мощный пророк огонь с неба свел на жертву? Потому что на нем был Дух Святой. Вопрос очень, ответ очень простой. На нем был Святой Дух. Дух Святой в Старом Завете жил на царях и на пророках. Только на них находился Святой Дух. В Новом Завете Дух Святой может жить в каждом верующем и на каждом верующем. И у нас есть в этом привилегия. Тебе нужен сегодня Святой Дух, как никогда. И если Иисусу нужен был Дух Святой для осуществления всей своей миссии, для осуществления всего, всех чудес, для общения с Отцом, то, насколько Он нам сегодня нужен, ори и молись сегодня, проси Бога, не говори, да я нормальный христианин, да я не на пятерочку, да я на троечку, на четверочку, не надо себе ставить оценки. Ищи Бога! Сегодня ты можешь это сделать. Сегодня ты можешь найти. Не обращайся к своим знаниям. Твои знания тебя подведут. Твоя логика тебя подведет. Когда Петр вышел из лодки, логики никакой не было, но он встретился с Иисусом. Это самое главное. Это самое главное, что в конце своей христианской жизни может быть, ты живешь как бы хорошей христианской жизнью, но ты не влюблен в Иисуса. У тебя страсти нету. Ты пропустишь восхищение. А тебе это надо? Ты всю жизнь в чем-то был лишен, ограничивал. Ради Господа. И он тебе говорит, я не знаю тебя. А просто потому, что ты не приходил на место встречи. У тебя рандеву не было. У тебя не было с ним свиданий. У тебя были попрошайки только. Мы все попрошайки. Не думайте, что я вас тут обижаю. Мы все попрошайки. Мы становимся меньшими уже попрошайками. Мы уже что-то просим у Господа. Мы уже, 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 знаете, начинаем говорить Господь. Я вот прошу, прошу у тебя очень. Какие у тебя проблемы? Открой мне свои проблемы. Вот так уже молимся. Покажи мне людей с проблемами, которым я мог бы помочь. Это уже ты не для себя просишь. Ты уже просто говоришь, Господи, я вижу горбатого какого-то. Боже, я не могу на это смотреть. Исцели его. Или одноногого какого-нибудь. Или еще кого-нибудь. Ты просто давно видишь. Ты просто думаешь, Боже, как его родителям. Каково его Божий исцели. Ты уже не просто просишь. Ты просишь уже за других. Потому что проблемы его стали твоими проблемами. И догадайся, твои проблемы, чьи стали проблемами? Его. А он их решит вот так вот. Решит, просто дунет их, не будет. Давайте сейчас будем молиться. Это время. Это время посвящения Богу. Это время, когда нужно посвятить всю свою жизнь. Не часть своей жизни. Всю свою жизнь. Когда ты будешь возноситься к Господу, ты даже не вспомнишь, что у тебя там есть. Какие-то имущества, какие-то счета. Ты говоришь, фу, все, иду к тебе, Иисус. Там все новое для меня, все свежее, все чистое, не пылинки, все современное, все на небесах. Иду к Господу. Знаете, что Господь перед уходом сказал? Знаете, что Иисус сказал своей церкви, ученикам? Я ухожу, я иду приготовить вам место. Знаете, когда рождаются дети, перед этим родители готовят место, кроваточку, всякие одежки, все, все, все. Все готовится для ребеночка, для появления. Иисус, он точно такой же. Он говорит, я иду туда, на небеса. Я иду с целью, чтобы вам приготовить дома. Я вам приготовлю небеса. Я приготовлю для вас. Вы же со своей стороны просто дойдите до небес. Просто дойдите до небес. Несложно чем-то жертвовать, когда ты знаешь, что тебя там ждет. Вот почему нужно откровение о небесах и об Иисусе. Тебе не будет сложно молиться, тебе не будет сложно искать Бога, ты просто не сможешь жить без этого. Потому что ты знать будешь, что ты не захочешь пропустить такое прекрасное, такое чудесное. Все нормальные верующие будут на перу сидеть, а ты будешь стучать. Никто из нормальных верующих не стучит. Их Иисус восхитил, они вошли. Стучат, только ленивые верующие, плотские верующие. Я уверен, что среди нас таких нету. Поэтому это все туда. это все туда. Спасибо. Спасибо.